Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы пригласили для участия в нашей программе депутата Сейма, оппозиционного депутата Юлию Степаненко, которая в последнее время очень активно участвует в обсуждении различных законодательных инициатив и в особенности воспаривания тех решений, которые принимаются правительством, правительственной коалицией в различных сферах нашей жизни, в особенности, конечно, в тех сферах, которые касаются пандемии и той ситуации, в которой оказалась Латвия в результате экономического кризиса, который охватил, можно сказать, большую часть золотого миллиарда, к которому мы, ну, пока что хоть с боку припёку, но всё-таки относимся, потому что мы живём в Европейском Союзе, и это, ну, считается территорией благополучия. Добрый день, Юлия. Она у нас на связи через Zoom. Добрый день, Юлия. Приветствуем вас. Добрый день, Люся. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, мы работаем сегодня в прямом эфире, поэтому вы можете задавать свои вопросы по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. И я думаю, что Юлия ответит на эти ваши вопросы, зафиксирует какие-то ваши, может быть, предложения или мысли, потому что, ну, действительно, это один из тех депутатов, которые очень в близком контакте находятся со своими избирателями и через Facebook, и в различных других форматах. Поэтому я всегда с радостью приглашаю Юлию участвовать в передаче, поскольку, ну, действительно, это голос разума среди наших депутатов, и хочется, чтобы этот голос слышало как можно больше людей. Итак, Юлия, буквально пару дней назад вы заявили о том, что необходимо провести референдум в Латвии об обязательности вакцинации и вообще вот ходе этой истории. Распространяйте меморандум, в котором приглашаете людей высказать свое мнение по этому вопросу, согласиться или отвергнуть инициативу данную. Видите ли вы вообще какую-то возможность действительно реализовать эту идею, поскольку, ну, мы помним все, что после референдума о статусе русского языка парламент принял, ну, можно так сказать, запрещающее законодательство, которое выдвигает очень жесткие требования к проведению каких-то новых референдумов? Да, спасибо большое за то, что дали возможность сегодня мне высказаться, спасибо, что пригласили. Я с радостью расскажу о том, что мы сейчас, чем мы сейчас занимаемся относительно так называемой уже принудительной вакцинации. Мы услышали на прошлой неделе, до нас дошла эта новость от кабинета министров о том, что планируется, я так понимаю, сегодня уже планируется также выпустить законопроект из кабинета министров, потому что они в основном являются авторами законопроектов, которые доходят до Сейма. Депутаты, конечно, тоже это могут делать, но вот такие вредоносные инициативы чаще всего появляются именно на Абреве в кабинете министров. И эта инициатива, судя по всему, будет нести в себе характер обязательного или принудительного вакцинирования для конкретных групп работников. Речь идет об учителях. Как мы слышали, опять же, это все, в принципе, на уровне слухов. Это еще один камушек в огород кабинета министров, потому что никакой четкой информации, никакого согласования с глазом народа, естественно, не проводится, только какие-то обрывки информации пускаются в общественные СМИ и также в социальные сети. Также еще мы знаем, что сейчас очень большая проблема именно со служащими национальных войск и также с курсантами. Несмотря на то, что мы уже длительным образом выясняли в соответствии всяких слухов правде по поводу солдатов, по поводу врачей, нам, конечно же, министры отвечали, что ничего подобного совершенно даже не планируется. Это они отвечали в феврале, в марте, даже в июне. А сейчас мы видим совершенно другую картину. То есть, в принципе, врать сейчас это нормально для министров, для других политиков, которые занимаются, в принципе, кройкой наших судеб, если так можно сказать. И узнав о том, что этот законопроект идет в семь, разумеется, первая реакция моя была предложить моим коллегам по оппозиции, а нас уже 34, даже больше, потому что присоединились депутаты КПВ, которые сейчас очень активно тоже сражаются за свободу выбора, если так можно сказать, относительно вакцинации. И мы можем это сделать. Мы можем 34-мя подписями остановить этот законопроект, который, скорее всего, несмотря на все протесты, мы можем выйти на улицу, мы можем сесть возле Сейма, можем голодовку объявить. Я думаю, и я почти уверена, что депутаты коалиции будут слепы и глухи относительно всех требований, всех писем открытых. Это абсолютно бессмысленно, я считаю. Конечно, можно пытаться, но мы видим, что та же самая налоговая реформа, она прошла совершенно без всяких проблем, несмотря, опять же, на все обещания. И поэтому предложение таково, что мы, когда этот законопроект пройдет до Сейма, дойдет до Левикса, мы его сможем остановить. Это наше право, которое прописано в Конституции, право 34 депутатов, которые могут это сделать. И когда закон будет остановлен, тогда нужно будет объявить, то есть, опять же, это обязательный порядок, который нельзя, скажем, отменить, и нельзя как-то там сказать, что нет, все-таки я не согласен, президент Левиц не может это сделать, он будет обязан разгласить сбор подписей за народный референдум. Нравится вам этот закон, уважаемые жители Латвии, или не нравится? Согласны вы с ним или нет? Вот, в принципе, будет вопрос, на который надо будет отвечать, собирая подписи под референдумом за этот законопроект. У нас будет очень мало времени, это будут 2 месяца. В течение 2 месяцев надо будет во всех участках, которые будут открыты, от Центральной избирательной комиссии, нужно будет поставить свою подпись. Также и в электронном виде, я так подразумеваю, что ЛАД-ЛВ тоже может участвовать в этом сборе подписей. Это 155 тысяч приблизительно подписей, как вы уже правильно указали, у нас отняли демократию, над нами, конечно, издеваются, предлагая вот такое большое количество подписей собрать. Но я думаю, что то огромное недовольство со стороны народа, даже нельзя сказать недовольство, это, в принципе, возмущение, из-за того, что у людей просто отнимают их основные права, основные права получать, в принципе, возможность работать в своей профессии, которая прописана в Конституции, я думаю, что люди смогут подняться и прийти проголосовать, если такая опция будет. Потому что закон еще не пришел в Сейм, но, судя по всему, все-таки ничего не сможет остановить сейчас вот эту идею наших министров. Мы знаем, что Фондер Лейена уже вчера похвалила наших прилежников за то, что все хорошо проводится, и поэтому 1,8 миллиардов нам дадут за то, чтобы, в принципе, на какие-то совершенно непонятные траты. И, ну, видимо, наши Каренщи и остальные его товарищи заработали эти денежки и смогут их потратить. То есть, в принципе, они делали то, что от них просили. Давайте еще раз немножечко расставим точки над «и». То есть, законопроект проходит в Сейм, затем его провозглашает президент, и уже после этого депутаты оппозиции подают президенту протест по поводу этого закона, и он обязан объявить всенародный сбор подписей за проведение референдума, а потом уже будет проводиться референдум. Да, именно так. Но только одна деталь – президент не сможет провозгласить закон, потому что в течение 10 дней после того, как закон будет принят в Сейме, мы будем обязаны 34 подписи отослать в канцелярию президента. Если президент провозгласит закон, то сделать уже ничего нельзя. Надо будет только его менять заново, опять же, всеми понимать этот вопрос. Такой, в принципе, план действий у нас уже готов, и я благодарна всем коллегам по оппозиции за то, что они тоже поддержали и публично высказались в поддержку такой идеи. То есть, мы ждем, мы во всеоружии, мы ждем. Несите сюда этот закон, если у вас достаточно смелости, мы с ним разберемся. Вместе с вами, разумеется, вместе с вами, дорогие, что вы делаете. Как вам кажется, после того, как вы достаточно твердо объявили о том, что вы намерены сделать, изменилось ли отношение Кабинета министров именно к этому вопросу, или все-таки они, как курьерский поезд, уже на всех парах мчатся к тому, чтобы этот законопроект и обнародовать, и передать для обсуждения в парламент? Мы это, скорее всего, увидим сегодня, потому что сегодня, перед тем, как уйти в отпуск, и слава богу, что они уходят в отпуск, то есть не будет передоносных новых решений, Кабинет министров, скорее всего, соберется эту бомбу сбросить на Сейн. Вопрос только в том, насколько хитро они попытаются, может быть, вплести эти нормы, попытаются их, может быть, как-то замаскировать, сделать такими менее заметными, менее вредоносными для наших глаз. Но, тем не менее, мы понимаем, что идет уже атака на наши свободы, и мы готовы ее принять во всеоружие. Скажите, как вам кажется, каким образом и почему произошло вот это движение в умах, и те действия, которые нас всех, в общем-то, подталкивают к тому, чтобы называть людей, государственных мужей лгунами, ну, фактически ведь они поменяли свою позицию, свою публичную риторику ровно на 180 градусов, да, если они говорили, что первоначально говорили о том, что вакцинация добровольная, то сейчас они уже говорят о том, что не только она может быть обязательной, но и работодателям дается право уволить людей с работы, если они не подчиняются этому требованию. При этом не говорится совершенно о том, что, допустим, у людей могут быть медицинские противопоказания к проведению каких-то манипуляций и так далее, и в этом случае ставится под угрозу не только профессиональная деятельность, но, собственно говоря, жизнь и здоровье этих людей, если им, ну, действительно нельзя по каким-то причинам проводить некие манипуляции, а их к этому принуждают. Мы видим, что риторика министров и обслуживающих их специалистов, назовем это так, в принципе не требует никакой последовательности, никто об этом даже и не думает, и не волнуется. Идет, скорее всего, судя по всему, прямая ретрансляция каких-то указаний от, скорее всего, вышестоящих органов. Потому что мы видим, что эти люди, которые сейчас, говорящие голову фактически, которые вещают всякие нелицеприятные вещи для нашего народа, они, в принципе, являются просто исполнителями. То есть у них заинтересованность в какой-то поддержке народа, какие-то желания прислушаться, к мнению людей, отсутствуют полностью. Они просто вот, ну как прочитать прогноз погоды, каждую неделю зачитывают эти свои новые нововведения и никаким образом даже не волнуются о том, какая поддержка со стороны народа вообще будет. Вы видите, что господин Лайвец уже совершенно даже не волнуется о том, что рейтинг, который месяц падает вниз. господин Карриндж отмерил, измерил своих избирателей Вену Атейба, убедился в том, что избиратели Вену Атейба большинство, практически 90% поддерживают, обязательно поддерживают вакцинацию. И он понимает, что ему вообще не о чем волноваться. То есть он идет правильным путем. Все те, кто против вакцинации, они находятся в другом сегменте. И до них все равно ему нет дела. Вот, в принципе, такое отношение мы чувствуем со стороны наших правящих. Я бы хотела вернуться еще в прошлый год, да, и мы помним, что когда в прошлом году летом точно так же заболеваемость упала и стремилась к нулю, Министерство здравоохранения, в принципе, как мы увидели это осенью, не сделало домашнюю работу для того, чтобы подготовиться к ожидаемой осенней волне заболеваемости. Ну, осенняя волна и зимние волны – это ежегодный процесс респираторных заболеваний, будь то грипп, будь то коронавирус. Ну, это в большой степени сезонное явление. И вдруг осенью оказалось, что мест в больницах нет, что потоки пациентов не разделены, и вот судорожно начали искать какие-то решения, пытаться, значит, вот это сделать, выделить какое-то финансирование на то, чтобы организовать и реализовать это все. Насколько вы видите по работе Министерства сейчас, ну, как бы какую-то упреждающую политику в отношении подготовки к осеннему сезону? Ведь ясно, что вакцинация сама по себе не является как бы панацеей от респираторных заболеваний, да. Людям говорят, что да, вы можете все-таки заболеть, ну, вакцина не предохраняет вас на 100% от болезни, но вы перенесете ее легко. Но это предположение, понятно, что это какая-то, опять-таки, риторика, которая позволяет людей мотивировать проводить манипуляции данные. Но все-таки мы понимаем, что какой-то всплеск заболеваемости осенью снова будет. И вот что вы можете сказать о том, как к этому готовится Министерство здравоохранения, что вы видите и наблюдаете? Мы видим, что, как я уже говорила, Министерство здравоохранения совершенно не волнуется о последовательности своих сообщений. Мы знаем, что в начале этого года Министерство здравоохранения убеждало всех публично, что также и депутатов, отвечая на наши вопросы, что принудительная вакцинация для врачей и для студентов это бред, то есть такого не будет. Также нам то же самое говорил и господин Павликс, относительно солдат. Мы видим, что господин Павликс в данный момент, в принципе, пытается уже заранее перевалить, переложить вину за будущую волну на тех, кто решил не вакцинироваться или на тех, кто пока что ждут и смотрит, в принципе, на то, следует ли им какую-то вакцину конкретно выбирать, скажем, или нет. Он уже это закладывает в своей риторике сейчас и, судя по всему, осень нас ждет очень тяжелая, потому что мы знаем, что учителя, 54% учителей вакцинированы и остальная часть учителей, в принципе, ждет увольнения. Уже они ждут увольнения с ужасом и, в принципе, с нервными срывами, потому что нам, именно касаемо нашего референдума, в котором мы пытаемся просто собрать максимальное количество людей, сейчас уже 5000 физических и юридических лиц писало этот меморандум. Мы пытаемся людей как-то еще, в том числе, подбодрить их, показать им, что они не одни, потому что нам звонят учителя из регионов, которые запуганы, которые плачут. Они говорят, что их коллеги, которые раньше с ними спокойно пили кофе в учительской, смотрят на них волком и уже не считают их людьми. То есть это, в принципе, заслуга наших Павлюца, Каринша, Левица, которые людям такую риторику, в принципе, передали, которые воодушевили людей именно на такое отношение к своим коллегам, к своим близким. То, что происходит сейчас в коллективе учителей, по словам тоже руководителей коллективов, мы знаем, что учителя действительно разделились очень сильно на вакцинированных и не вакцинированных, и у них позиция очень жесткая по отношению друг к другу. Идет очень опасное разделение общества, и я думаю, что этим образом готовится именно очень сильное давление на людей, которые не вакцинированы именно осенью, потому что это все сложится в одну очень некрасивую картину. Мы слышали, что этот вирус имеет, скорее всего, также сезонный характер, то есть, в принципе, логично, что он вернется с большей силой, и будут болеть также и вакцинированные люди. Это уже подтверждено, то есть, да, они будут болеть. Но логичный вопрос, конечно, со стороны думающих людей, если вакцинированные люди себя уже оградили от тяжелых форм болезни, если это будет какой-то насморк, который, в принципе, нас никогда не пугал осенью, то, в принципе, в чем драма, если мы говорим о людях, которые уже вакцинированы, и, в принципе, они не должны бояться этой болезни, они уже защищены, как им говорят, как им вещают со всех углов. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на 2-3 минуты, и вернемся в студию на прямой связи с нами Юлия Степаненко, депутация и мы от оппозиции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 сотрудников, если они не прошли эту процедуру. И у нас есть звонки, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, референдума, конечно, никакого не будет, это же всем понятно, и никогда не думал, что буду поддерживать этих левиц и каренши, но все-таки, вот смотрите, разделение, надо, не надо прививаться. Пусть даже это все неверно, пусть там тромбоз и все-все-все. Не люди умирают. Вот недавно писатель Слава Сэпп, 52 года, умер у нас, да? Поэтому, значит, не договорятся, в принципе люди, что надо или не надо, то есть те, кто против, там, скажем, Гомзов сбегает весь с голубом, с желтой звездой, это одна крайность, и другие люди говорят, ну, даже в ваших словах противоречие, что если привитые будут переносить легко осенью, то уже это хорошо. Так что, ну, все-таки, значит, я так грубовато, чтобы толочь воду в ступе, все равно это все, ничего не изменится. Вот все-таки, может быть, сейчас в своем положении. Вы объясните, почему согласие ставила во главу Сейма Инару Мурницу, то есть националистку из националисток. То есть вы своим воздержанием, согласии, когда вы были, то есть когда люди уходят из политики, или сейчас вы из партии, они начинают говорить здравые вещи. Вот может быть, все-таки. Я этот вопрос задавал и Кабанову, и все, и, значит, ответы такие мутные, нехорошие. У меня такой вопрос будет. Спасибо. Спасибо. Ну, я хочу сказать, что Юлия Степаненко избиралась, да, по списку согласия, но сразу же, когда мандаты были утверждены, она из фракции вышла, поэтому тут обращать к ней вопросы, касающиеся другой партии, ну, вообще-то неправомерно. Я могу ответить. Во-первых, я из политики не ушла, ваше утверждение совершенно неверно. Во-вторых, господин Нурбанович сам попросил после выборов меня стать, мне стать так называемым свободным форвардом, как он сказал, в принципе, я, мой размах слишком широкий был, судя по всему, для всей тракции, поэтому и я с радостью такой и стала независимым депутатом, и я очень довольна тем, что у меня очень большая поддержка со стороны народа. Если мы говорим про обязательную вакцинацию, то, в принципе, я не вижу никаких противоречий в моих словах, потому что то, что вакцинированные тоже будут в легкой форме переносить эту болезнь, это говорят инфектологи, министры, всех, кого вы сейчас слушаете, всех, кого вы сейчас поддерживаете. Люди умирают, люди умирают не только от ковида, люди умирают от различных запущенных, к сожалению, болезней, которые были запущены в течение этого полтора года, и также люди умирают, к сожалению, из-за прививок. Говорит о том, что процент смертности настолько ничтожен, что мы должны все-таки пойти на это и всех принудительно отвакцинировать. Если это будет касаться вас лично, если вам лично попадет этот лотерейный билет, черный, то я не думаю, что вас это очень сильно обрадует. Мы не готовы людям предлагать играть в такую лотерею, зная о том, что да, ничтожный процент, но он все равно есть, и принуждать людей играть в такую рулетку – это преступно. Да, и я еще хотела сказать, что когда какие-то публичные люди умирают и начинаются спекуляции на эту тему, понимаете, мы не имеем, во-первых, права говорить об этих вещах и связывать там наличие или отсутствие вакцинирования со смертью конкретного человека. Мы не знаем его истории болезни, мы не знаем его каких-то анамнеза и раскладывать тут и делать какие-то однозначные выводы, но, по крайней мере, неправильно, это неэтично, но это моя, так сказать, позиция и мой комментарий по поводу Славы Се. У нас очень много звонков, давайте будем говорить с радиослушателями. Добрый день, говорите. Добрый день. Возникают вопросы. Теперь что, пожизненный человек должен вакцинироваться через каждые 6 месяцев? Вакцинация же провоцирует хронические заболевания и приводит к ускорению смертности. Третий вопрос. Почему скрывается статистику об умерших после вакцинации? Это же преступный заговор и дискриминация против населения. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Я прокомментирую совсем коротко. Как мы знаем, Латвия уже закупила, планирует закупать вакцину на следующие 2 года и, в принципе, уже не секрет, что ревакцинация грядет. Вопрос только в том, когда это потребуется. Как мы видим, согласно всем документам Евросоюза, то вакцины ждут своего утверждения на следующий этап. Это произойдет осенью. То есть сейчас у вакцин есть временное разрешение. То есть вакцины не прошли все необходимые испытания. И, в принципе, надо сказать, что, к сожалению, так выглядит, что испытания проводятся уже на нас, но уже не в добровольном, в принципе, ключе, а уже принудительном. Это можно проверить, также почитая наш меморандум за свободу и уважение человека, потому что мы уже сейчас скоро запустим русскоязычную версию. Спасибо тем добровольцам, которые перевели это на русский язык. И, в принципе, в пояснительном документе меморандума включены все необходимые доказательства того, что эта вакцина все-таки является временной, то есть с временным разрешением. Это все еще как бы эксперимент. Так, у нас есть еще звонки. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Позвольте, короткая фраза. Великий фильм Милоша Формана «Полет на бездом кукушке». Там было просто, значит, что я хотя бы попытался что-то сделать. Понимаете, пусть это неправильная вакцинация, пусть последствия будут нехорошие, но что-то делать надо, чем вот просто тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не будем прививаться. Понимаете, ну, как бы вот... Совсем короткий ответ. Почему вы не поддерживаете, скажем, идею о том, что нужно искать лекарства в первую очередь? Потому что мы знаем, что врачи очень часто говорят такую фразу и говорили до этой так называемой пандемии, что во время эпидемии прививаться нельзя. Сейчас поменялась риторика, во время эпидемии нужно искать лекарства, судя по всему. Лекарство найдено, но почему-то никто не заинтересован в том, чтобы это лекарство распространять, производить и лечить людей. Все заинтересованы только в том, чтобы вакцинировать и прививать. Поэтому какие-то такие эксперименты, это медицинский эксперимент над людьми неэтично совершенно недопустимо, если мы говорим об эти ищем. Скажите, вот по поводу все-таки статистики, наша слушательница задала этот вопрос, и я тоже хочу его обратить. Ведь в принципе, вот даже по тем громким случаям, когда люди умирают после вакцинации, допустим, от тромбозов, эти случаи не попадают в официальную статистику как осложнение, ну как бы смерть от осложнения прививки, а они попадают, ну, в сердечно-сосудистые, например, заболевания и так далее. При этом я, например, смотрела статистику сравнительную за пять месяцев нынешнего года по сравнению с пятью месяцами предыдущего, и обратила внимание, что, например, смертность от пневмоний, от обычных, ну как одна из причин смерти, в статистике резко снизилась в этом году по сравнению с предыдущим. Очевидно, что люди, у которых возникает пневмония как осложнение при ковиде, они попадают в ковид, а из пневмонии они вываливаются. Таким образом, получается, что, ну, в ковидную статистику попадают люди, умершие, ну, от каких-то своих заболеваний или от осложнений, связанных с их состоянием здоровья, а вот то, что касается осложнений после вакцинации, эти осложнения, так сказать, не попадают именно в категорию вакцинированных смертности вот такого рода, а они попадают в обычную статистику, ну, был у человека диабет или что-то там сердечно-сосудистый, вот он как бы от своих основных заболеваний скончался. Ну, а вакцина тут ни при чем. Ну, получается, что, ну, кто-то спускает эти указания, можно ли эту цепочку проследить и эти документы нормативно каким-то образом открыть или проконтролировать? Я думаю, что следует выяснить, в первую очередь, существует ли четкий механизм определения побочных эффектов, серьезных тяжелых побочных эффектов после вакцины. Потому что, как вы правильно говорите, после смерти человека, в принципе, нигде, скорее всего, после вскрытия не будет указано, что конкретно это произошло из-за вакцины. Вакцина провоцирует какие-то конкретные процессы, которые, ну, и отнимают у человека жизнь. Связать эти процессы с вакциной, это, конечно, именно дело тех, кто занимается сейчас этим механизмом определения побочных эффектов после вакцинации. И я думаю, что здесь, скорее всего, это поле достаточно широко, и нам следует узнать, есть ли такой конкретный механизм, какие-то, скажем, по пунктам, по дням, по часам, по... То есть, в принципе, скорее всего, это выглядит, что достаточно свободно, свободная возможность интерпретации. И если в Латвии хоть кто-то признает, что у нас что-то такое тяжелое произошло после вакцины, судя по всему, это вызовет очень-очень негативную реакцию и шпал отказа от прививок. И это, скорее всего, влияет как раз вот эта не объективность, она как раз и может повлиять на выявление конкретных проблем. Потому что, как мы видим, мы участвуем в эксперименте, мы участвуем в исследовании этой вакцины. И нам, конечно же, хотелось узнать, насколько оно объективно. Если кто-то пытается спрятать эти побочные эффекты, если кто-то пытается замалевать глаза и сказать, что этот человек умер просто потому, что у него остановилось сердце, он был болен всю жизнь, то это не говорит ничего хорошего о тех, кто эти вакцины продвигает. Если вы заметили, когда рекламируются эти вакцины, если мы говорим о том, что упоминают в то время, скажем, Pfizer, AstraZeneca, мы можем почти каждый день читать упоминания этих фирм, этих вакцин в прессе, в масс-медиа, то нигде потом после упоминания этих вакцин нет обязательного дисклеймера о том, что консультируйтесь с врачом или фармацевтом, необоснованное применение лекарств следит вашему здоровью. Когда мы читаем про теку вакцины против энцефалита, сразу же, конечно же, мы читаем этот дисклеймер. По поводу этих вакцин мы не видим ни разу. Я думаю, что если вы поищете, я думаю, что вы не найдете ни разу этого упоминания. Это тоже наводит на мысль. Давайте мы послушаем еще один звонок. Мы пока еще можем принимать звонки. Звоните, постараемся ответить на ваши вопросы. Слушаем вас. Добрый день. Говорите. Добрый день. Вы знаете, все происходящее у меня укладывается только в одну фразу. Оно жарите, заполчено. Да, спасибо. Ой, ну видите как, человеку как бы со здоровым умом трудно понять причинно-следственную связь между происходящим и, ну вот, какими-то крупными глобальными процессами. Мы понимаем, что вакцинация сейчас, в данный момент, предлагается бесплатно. Государство как бы идет навстречу людям, ну, заботится об их здоровье, старается их оградить от каких-то рисков, от опасностей и так далее, и так далее. И это происходит на международном уровне. То есть Евросоюз не только, так сказать, позволяет финансировать эту всю историю, но даже предоставляет гранты и помощь для преодоления последствий пандемии. Ну, как бы, все это выглядит как такая крупная, беспрецедентная в истории благотворительная акция по отношению к населению. Но что стоит за этим? То есть, ну, если в этом кто-то заинтересован, то кто и зачем? Это вопрос, я думаю, задают себе очень многие люди, которые привыкли анализировать ситуацию, а не просто ретранслировать какие-то громкие лозунги. И вопросы весьма действительно логичны, потому что если мы видим, сколько болезней человечества требует усиленного внимания со стороны того же финансирования, у нас онкобольные. У нас на первом месте Латвия, в принципе, выдвинулась по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. И я не верю, что наука не может эту проблему каким-то образом решить, предупредить эти страшные последствия сердечно-сосудистых заболеваний, после которых у нас очень много людей уходит. И также мы знаем, что до сих пор в Латвии есть люди онкобольные, которые собирают деньги на лечение за границей, в том числе и для детей. И если мы эту всю картину складываем вместе, то мы видим, что касательно, касаемо именно ковид-вопроса, это все больше похоже на большой социальный эксперимент. Как далеко можно зайти с сортировкой людей, как далеко можно, в принципе, и психологически повлиять на людей. И это следует, конечно, задать вопрос каждому самому себе. Насколько вы готовы к тому, что сейчас вообще происходит? Насколько ваш разум готов принять это безумие? Потому что те, кто еще понимают, что людей сортировать относительно их медицинского выбора – это ненормально. Я думаю, что эти люди смогут как-то поменять эту ситуацию, вернуть ситуацию в обратное русло. И наш меморандум, который мы составили с юристами, как раз и предлагает в первую очередь уважать свободу слова, свободу выбора человека, свободу возможности человека самому принимать решение, искать информацию. Любые вопросы, которые мы задаем, они нормальные. Нормально человеку, для человека это нормально, а сомневаться. Мы не должны верить в науку, как мы верим сами в себя или как мы верим в Бога. Науку надо изучать, в науке надо сомневаться, в науке надо задавать вопросы. А не просто, когда мы задаем вопрос, нам просто сразу бирка приклеивается на фейсбуке. Почитайте все, что относительно ковида, именно там, и не говорите глупостями. Также мы предлагаем уважать право каждого человека на возможность работать в социальности. Мы против того, чтобы у людей было, у людей отнимали эту возможность, законодатели и давали право работодателям делить людей на вакцинированных и невакцинированных. И также мы предлагаем людям присоединиться к меморандуму, который все эти ценности перечисляет. И мы будем, мы в принципе не просим, мы ничего не просим у правительства, потому что мы знаем, что за вакцинацию, за свободную вакцинацию, за свободу выбора по вакцинации уже собрано 40 тысяч подписей. И два раза эта инициатива уже была в Сейме. Она приходит в Сейм, она получает негативную оценку господина Скрыда, и она дальше никуда не идет. То есть, в принципе, депутаты насмехаются над этими людьми, которые собирают подписи. Меморандум — это большое открытое письмо, это перечисление ценностей, о которых некоторые уже люди забыли. Мы им напоминаем о том, что, в принципе, есть такая конвенция прав человека и другие конвенции, к которым Латвия присоединилась, и этого забыть сейчас нельзя. И мы собираем людей именно под зонтиком меморандума для того, чтобы показать нашим правителям, что нас очень много, и это наши ценности, мы на них стоим. И мы будем делать все, чтобы вернуть разум в ряды принимателей решений, так можно сказать. Мы будем бороться за свои права. Спасибо. Юлия Степаненко была у нас сегодня на прямой связи через ЗУМ, депутат Сеймы от оппозиции, автор, одна из авторов меморандума касательно свободы выбора при вакцинации. Было очень много звонков, к сожалению, не на все мы смогли ответить. Спасибо радиослушателям за активное участие в программе. Программу провела Людмила Прибырская, звукорежиссер студии Евгений Копин. Всего доброго, до встречи через неделю. Продолжение следует...